Всем привет! Поиграем в Норсгард. Партия на восьмерых. Случайные люди. Ну, вы видели, что в начале, не знаю, правда, видно вам или нет, ни одного дерева, все либо камень, либо железо. Это будет сильная игра. Ну, то есть сильная и равная, потому что равные люди, равные силы, это всегда интересно. На восьмерых. Единственное, много воронов в игре. Я боюсь, чтобы кто-то не попытался победить торговлей, а в соседях оказались бы какие-нибудь хлебушки, которые не догадаются на этого ворона нападать. О всем остальном, я думаю, это будет интересная партия. Я только не глянул, правда, кто там еще, какие... Я видел, что кракен, по-моему, есть, что тоже интересно. Есть ли бык новый, сейчас глянем. Раз, два, три ворона, один бык, лошадь, овца, кракен и змея. Это интересно будет, это будет интересно. Тем более не рагнарёк карта. То есть тут намного больше рандома, чем обычно. Рип. А, блин, кракен уже не загрузился, ну зашибись. Видите, кракен отключен. Это плохо. Значит, у кого-то нету соседа сразу. Хотя, если это мой сосед, то это хорошо. Значит, я... У меня больше шансов на победу. Но это все равно, знаете, уже имбаланс получается. Уже не так весело. Мне может, Катя, подключится. Пять минут еще, можно подождать. Он может переподключиться. Э. Так, знаете что, еще проблема этой карты, что она, по-моему... Это, по-моему, зима. Карта, она будет замерзать, то есть я буду меньше получать денег. Иногда. Кроме того, нету никаких руин. Для исследования. Тоже не очень хорошо. Но есть... Клетка с деревом. Это неплохо. Так, где мы поставим... Тут, наверное, надо ставить... Военный лагерь. Два волка. Надо вот эту клетку открывать и вот эту открывать. Тут драугры. То есть, нам, в принципе, эти два волка надо завалить и все. И... Особо можно не бояться всяких нападений. Ну, жалко, нету кораблекрушения. Потому что вот для ворона самый крутой старт, если есть кораблекрушение. То есть, вам сразу дают... Дерево много. И вы не так медленно развиваетесь. Да, оранжевый, походу, не вернется в игру. Ой, тут три драугры. Так, я бы, наверное, вот эту и вот эту клетку еще раз следовал и вернул скаутов. Так, и знаете что? И еще нету никаких овец, к сожалению. Да, у меня будет очень медленный старт. Очень медленный, тем более, мы вот этих драугров сложно будет вначале забить. В общем, надо вот этих волков чистить. Забирать клетку, а дальше пытаться развиваться на четырех клетках, да? Печально. Тут центра карты случайно не видно. Центр карты где-то вот тут должен быть, похоже. Мне еще и к центру карты тяжело пробраться. Блин, пять драугров, охренеть. Да, в общем, старт у меня тяжелый. Меня, правда, зарашить никто не может. С другого, у меня тут коричневый рядом. Ага, у меня рядом змея. Меня как раз могут зарашить. Потому что у меня рядом змея. Блин, вообще какой-то нефартовый старт. И тут катедра угры. Да. Ну ладно, надо делать воинов. Двои. Я одним воином... Это нужен очень серьезный микроконтроль, чтобы одним воином убить двух волков. Это можно, кстати, этим сделать. Да нет, даже метателям топоров нельзя. Но, к сожалению, я не смогу вот эти зачистить области. Я просто... Умрут там все мои воины. Но мне их надо там... О, все. Оранжевый в игру не вернулся. Так, сможем ли мы тут хотя бы одного драугра убить? Наверное, нет. Но это еще и метающие копья драугры. Видите? Но они сейчас там не будут мешать. До второй зимы, как минимум, они нападать не будут. Но... Я дальше развиваться не могу. Я не могу еще взять области. Вот в этом большая проблема. Три гавани можно ставить. Так, давайте, наверное, еще лесопилку сразу. Тут надо много дерева. У меня, к сожалению, нету. Но хватит ли мне еды зимой? Ну, я, наверное, сейчас добуду дерево и поставлю... Оленеводов и фермеров. Вот этого одного раненого опять надо будет убить. Ну, то есть потратить 20 монет, да. Пускай. Я сейчас не могу просто строить дома. И мне вот приходится таким образом... То есть у меня будет нехватка жилья сейчас. Мне раненого держать вообще не имеет смысла в игре. Мне сейчас в первую очередь надо набирать больше дерева и ставить здание на еду. У меня 4, 6... Ага, 10 и 11. И вот когда будет 11, я построю еще дом. Дом надо будет здесь ставить. Так. Ставим... Первое здание на еду. Но, к сожалению, уже зима начнется. У меня, видите, уже минус 7 идет. Ну, я перекину... Когда я второе здание поставлю, я, наверное, перекину лесорубов на добычу еды зимой, правда. Ну, очень медленный старт будет, очень медленный. Очень... Очень неудачно для меня карта сгенерировалась. У меня даже... Нету ничего для ускорения. Нету ни руин, ни овец. И... А, ну и все соседи у меня. И зеленые, видите, тут овца. Тут змея. Еще и змея в соседях, кстати. Это очень неприятно. Он может начать... Я пока не вижу его скаутов, правда. Чтобы он тут что-то исследовал. За этим надо следить очень внимательно, кстати. За скаутами-змеями ввиду. Видите, у меня уже летом минус 2 идет. Ну, сейчас вот я 50 наберу. Хотя, уже можно, наверное, перебросить, пожалуй. Я 50... То есть, мне надо еще 50 дерева для строительства дома. И как бы... Для начала я... Плюс 6 пока. Ну, у меня мало. И сейчас зимой будет минус. Хотя, в здании оленеводов... Пойдет плюс хоть какой-то. Здесь надо будет склад ставить. Здесь добычу-ка минус 3. Плюс 1. Хорошо. И ставим домик, пожалуй. Видите, максимум населения. Но я сейчас дом поставлю. Здесь надо добыть. Так, что мне сейчас важно? Мне, наверное, сейчас важно все-таки склад. Хотя, слушайте, с двумя зданиями на еду летом будет нормально. Так что мне, скорее, важнее гавань ставить здесь. Чтобы науку быстрее получать. Быстрее получать диковинные товары. Соответственно, счастье. И быстрее выращивать города. Количество жителей. Так, плюс 2 по еде. Значит, одного можно в лесорубу. Чтобы быстрее 70 набралось. Минус 1, плюс 8. Нормально. Ну и все. И пока мы просто сидим и ждем. То есть нам делать нечего. Зимой я поставлю гавань и начну здесь добывать железо, чтобы получить берсерк и зачистить вот эту территорию. Зачищаю эту территорию. Будет сложно. Все равно даже одним берсерком. Мне негде ставить лекарей. Лекарей, на самом деле, в будущем надо будет вот тут поставить, забрав камень, выбрав весь камень и удалив учебный лагерь. Мне даже надо будет берсеркой одного воина. Я одним берсерком трех драугров не убью. Мне надо быстрее в диковинные товары выходить. А я не могу, потому что у меня мало науки сейчас. Мало науки, потому что медленно все. Хотя... Ну вот черный... Видите, у черного ворона явно старт намного лучше. Чёрный ворон, шо ж ты вьёшься над моей... Да, я думаю, пока он ещё не вьётся над нами, мы ещё можем здесь посопротивляться. Так, и сейчас 50 накопится, ставим добычу железа. Потому что тоже надо быстрее его выбрать, здесь тоже надо гавань будет вставить. Начинается лето, в первую очередь я сюда отправлю. Хотя, давайте, во-первых, этого лесоруба в гавань. Блин, всего лишь плюс 4. Но мне нужны в гавани, потому что мне нужны и деньги, и наука. Не понял, почему они... Почему черный ворон спрашивает змеи, может ли он... Сделать пир, устроить... Вообще, как будто они в команде играют. Или они там воюют друг с дружкой. Надеюсь. Я надеюсь, что они воюют друг с дружкой. Сейчас я жду 5 железа, чтобы нанять берсерка здесь. И, пожалуй, надо будет добывать здесь. Наверное, надо железо тут полностью добыть, чтобы гавань построить. Это плюс счастье, но это вот диковинные товары, способность. Так, есть 5 железа. Поехали драугров мочить. Блин, все стреляющие в жопу, конечно. Так, этого воина уберем. Отвлечем на себя, так сказать. Так, должны добить его. Отлично. Забираем эту область, отправляем туда скаута получать денюжки. Этого воина отправляем на добычу дерева. Надо вот это защищать, но тут скоро будет 5 драугров, это будет тяжело. И мне надо, конечно... Так, 147 дерева можно ставить... Можно ставить склад. Сейчас скоро вторая зима. Так, этим строителям здесь поставлю... Ух ты, алтарь канунгов. Змея алтарь канунгов построила. Прикольно. Кстати, а тут-то змея, тут у него какая-то еще территория. А, у него йотун и здесь. Может, тут особо... Ну, пока я, короче, не вижу, чтобы тут змея что-то исследовала. Так что... Можно не бояться его набегов. Давайте, наверное, уже начинать побережье смотреть. У меня денег много. Вообще, лекарей надо поставить. Я, наверное, сейчас тут поставил лекарей еще, когда накопится дерево. Все, железо добыто. Блин, черный ворон уже Тана получил. Зашибись. У него там явно... Вот у него как раз явно есть какие-то кораблекрушения было. То есть у него с развитием как раз очень неплохо. Так, этого крестьянина возвращаем. Тут плотничье дело открываем. Этого... Ладно, пока так оставим. Мне тут не так важно еще одну гавань поставить. У меня, видите, уже предел по населению. Я не буду пока никакие дома ставить, потому что я вылечу предел Апнув. Так, сначала не берсерка лечим, а лесоруба. Вообще, за ворона желательно ко второй зиме уже получить Тана. То есть это плюс трех дополнительных жителей. Но у меня очень медленный старт. Я сейчас добуду, конечно, восемь дерева, но это плюс двадцать. О, еще и море будет сковано льдом. Зашибись. Хотя у меня денег сейчас... Кстати, это неплохо. Вот то, что так рано скованно льдом, это неплохо. Вот я когда разовьюсь, тогда будет намного хуже. Ага, вон где у нас... Почему вот черный ворон вот здесь, змея вот здесь, и они друг с другом общаются, запустил он пир или нет? Это странно. Это странно. Блин, ца уже. Так, сейчас мы улучшаем ратушу. Это плюс двадцать. Пир я не могу провести. Пир тоже будет плюс двадцать давал. На какую-то... Ну, олени надо будет улучшать явно. Так, все, значит, вот эту останавливаем. И вот эту останавливаем. Потому что море замерзнет, у меня просто будет четыре жителя, которые ничего не вырабатывают. Зачем мне такое ощущать? Только еду потребляют. Я их отправлю на добычу еды. Стало плюс девять, потому что лекари перестали лечить и стали еду добывать. Блин, здесь уже... И вот это надо... Вот следующим летом еще обязательно надо вот эту территорию зачищать. Как угодно. Кровь из носа, как говорится. Ух ты! Там уже овца волков лечит. И он заберет, видимо, эту территорию. Да, заберет. Ну, это хреново. Вообще хреново. У меня вообще нету куда развиваться. Но он, конечно, правильно забирает ради... Хотя нет, он увел юнитов. Сейчас там волки опять будут появляться. Это странно. Давайте, наверное, пир проведу. Это просто, чтобы 20 очков заработать. И сейчас апну какую-нибудь из гавань. О! Эти ребята приехали все. Да блин, вы... Так, и апну сейчас... Гавань, видимо. Это просто ради того, чтобы 20 и быстрее получ... Слушайте, а при замерз... А у меня приедут ли эти три? Ой, блин, слушайте, оно, походу, не работает, когда море замер. Не, смотрите, привозят. А я думал, а я думал, не сработает. Сейчас же ворону привозят трех воинов. Да, привезли реально. Да, центр карты хрен знает где от меня. Да, и зеленый забрал эту... Ай, жопа какая. Ну, мне придется с зеленым воевать. У меня нет выбора просто. С другой стороны он, конечно, забрал... Да, кстати, это мой второй камень, между прочим. Это мой второй камень. То есть я должен забирать эту территорию. А, нет, мой второй камень вот тут. Ну, я не знаю. Я не знаю. Так, мне надо гавань построить, во-первых. Три гавани для ворона нормально. И одну из гаваней апнуть еще. И тогда у меня будет по нулям. Вообще, видите, уже три несчастных человека. Вот плавает в замерзшем море. Смотрите, вот у черного ворона уже триста семьдесят славы. Триста семьдесят. У него на одну большей территории улучшенных зданий вообще до хрена. Еще алтарь канунгов построил. Зашибись. Ну, я думаю, мы доживем до лета. Давай, давай, давай. Не заболеем. Да, отлично. Так, возвращаются лесорубы. Но у меня проблема в том, что у меня минус идет. Мне надо одну гавань апнуть. Буквально одну. И все, минус ушел. Зашибись. Зеленый эту территорию не видит. Но мне тут надо уже два воина, чтобы... Ну, в принципе, у меня есть два воина. О, эти уже весь камень добыли. Значит, что здесь можно будет склад поставить. Опять минус один. У меня начало апнуть. Блин, темные эльфы. Ну как не в тем? Ну что так не в тему? Ну, все. Лечиться надо будет. Жопа какая. Какая жопа тут у меня? Откуда они сейчас бег... Ну, они только через эту территорию могут бежать. Вопрос только на эту клетку или на эту. А, ну класс. У меня не хватает еще и камня, чтобы апнуть. Блин, ну что за говнина? Я хотел, чтобы меня этого воина убили, чтобы меня стал ноль, по счастью. О, еще бежит ко мне. Очень, очень, очень тяжело в этой партии. Да блин, ну почему они на этого заатаковали? На этого юнита. Блин, как мне... Куда ты бежишь? Мне нужен вот этот камень. Мне нужна эта клетка как можно быстрее. И они атакуют моего самого раненого юнита сразу. Почему тут только знахарь? У меня раненый юнит. Что происходит? Почему я не могу выбирать, кого лечить? Привет, сейчас тут башню строить тоже. Да, ну с зеленым воевать не вариант, конечно. Опа. Оранжевый сдался. Прикол. Сразу же я тут две башни построю. И смотрите, у меня только пять территорий. А, шесть. Шесть территорий только для развития. Обычно в среднем клану восемь территорий. О, а он там уже меня коричневый исследовал. Так что я вовремя очень ставлю башню. А вот тут где-то должен явно его юнит стоять. Здесь надо добычу камня ставить. Уберу воинов, когда... Ага. Кто бы сомневался. Ну, тут вот эта вот змея, вот это просто трындец сейчас будет. Такое мудило вот упорылое. Те, кто... Те, кто играют на клане змеи, они... Мудилы, я вот прямо вам скажу. Это просто издевательство над здравым смыслом. Я должен заниматься каким-то микроконтролем вместо стратегии. Вот, все. Все, сейчас я буду заниматься тем, что я буду контролить его... Сигни вот эту. Зашибись. Так интересно. Еще раз официально заявляю. Те, кто играет на клане змеи в Норсгарде, они мудаки. Вот у меня чисто такое к ним отношение. Им весело, всем остальным хреново. А те люди, которые развлекают себя за счет других, они мудаки. Так, все, этих можно отправлять. Так, тут давайте улучшим. И... Так, тут улучшим. Сюда. 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 Он убил мне одного поселянина, получил там плюс процент к силе. Ну, за змею надо убивать поселян других, чтобы плюс... Боже, сейчас опять ко мне прибежит сигния, когда меня альвы нападут. Так, вопрос, куда они нападут только. Сюда. Хорошо. Сюда. Хорошо. Сюда. Хорошо. И зеленый меня исследовал. Два игрока зачем-то меня исследуют. Карта ж маленькая, только в мою сторону можно что-то смотреть. Так, мне надо кузнецов и улучшать моих ребят. Так... Так... Чёрный ворон В лидерах, но Коричневый и зелёный Следуют меня, просто прям Класс, при том, что у зелёного как раз Чёрный в соседях А оранжевый вот тут Явно был Да ладно Что ещё призрачные эти нападают Триндец просто Чёрный ворон В смысле корабль наёмников А, ну чёрный уже 500 набрал Класс Уже начинает корабли наёмников рассылать И куда он его послал? На кого? На красного? Ну, в этом есть логика Там бык Сильный Нормально Ну, то, что у меня змеи больше тут нету Я думаю, что оно просто чё-то не получилось Спасибо за просмотр! конечно черный уже после второй зимы иметь ярлы это охренительное развитие но это явно у него тут есть а ну вот корабль вот собственно и говорю вот кораблекрушение исследованная не гольфар исследован зашибись просто зашибись так но мне надо явно везде башни ставить не факт что конечно ко мне будет посылать не гольфар но на этих йотунов но башни поставить надо а черный ворон конечно это конечно радует что у него два соседа есть которые вы могут сдерживать как-то черный пока слабого терроризирует красного так что можно много расслабиться и нам надо вот эту территорию захватывать потом можно будет идти на бывшую территорию коричневого как-то и убрать но надо апнуть скаутов еще это все исследовать но я сначала пожалуй апну склады чтобы сейчас запускать пиры сейчас будет много еды в принципе и я получил ярло дальше надо будет апнуть вот эту лекарей так и в мореходы еще добавляем народ ну видите мое развитие в общем-то серому мешает только выглядеть то что у него есть соседи так мы скоро откроем странников поэтому можно здесь уже домик строить так а здесь военные здания и апаем знахарей хотя хотел знахарей сюда перенести чтобы она в этом ладно давайте уже так сделаем и наверное сейчас шестью войнами надо попробовать хотя блин сначала территорию вот тут открыть для начала так три из трех но как видите у меня вся территория застроена куда йоту на красному поехали на короче серый хочет красного вынести ну это да потому что клан быка силен избавиться от соседа там пока можно чилить что у тебя никто внимание не обращает а ну все красный сдается уже написал gg лол хотя ну а ну да он тут нападает вот черный еще и обычной армии нападает ну там конечно пассивно зеленый играет по хорошему а То он отправляет наемников, сейчас на них высадите, тогда он будет начинать нападать на башню. Ну, красный молодец, конечно, до конца борется. Хорош. Ну, черному явно завезло с местом. Он просто вот развился, как не в себя. Так, что еще хочу улучшить? Давайте, может, крестьян улучшим. Пускай пир проведем. Сейчас болезни, конечно, начнутся. Так, а, и нам надо одного еще лекаря. Ну, с другой стороны, видите, черный немножко упоролся в клан быка. БК потратил ресурсы в него. К сожалению, видите, не зачистил эту территорию этой зимой. Ну, где там эльфы, которые ко мне бегут? Это, прикиньте, они бегут вот отсюда. То есть, как-то вот так вот оббегают. Там нету... А, вон они бегут. Нету соседства у зеленого с черным, получается. Отступим. Ах. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok или нет давайте здесь пока не успеет этот добежать домой сколько он денег тратит на все эти атаки так ну тут мы отобьем тут одного потеряла жалко у ее у ее вот это надо починить быстрее так 333 и куда сюда отлично вообще не возражаю давай высаживайся блин черный столько столько тратит бабла на меня а я не трачу ничего очень интересно я вообще не против что он на меня нападает вот сейчас единственное что я хотел бы конечно развиться вот туда я не знаю что он на меня я не знаю переброшу всех селян на эту клетку чтобы их не могли убить так сколько четверо ну давайте попробуем зачистить один все чисто пока от ком да блин хоррена бегать сюда гандоны гоблинские что драугров значит сначала так мне надо останавливать мои к зеленому теперь видимо понял что но он может зеленый то он как раз может еще и с территории атаковать так меня защищать эту территорию как как угодно значит тут не выиграть шестью шестью областями это просто анрил и и и и и отлично черному все гавани порушивали кракен порушил кто-то кто-то проспал кракен а то есть он потерял 12 жителей ну и сейчас денежки еще теряет по моему очень здорово ух ты 800 славы у синего внезапно 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 ну тремя юнитами тут хреново воевать с 8 гоблинами ну ты рэйвен гейм а мне кажется что черный немножко охренел просто нападать на всех по очереди говорит не его игра не получилось не получилось всех завалить сразу да это сложно а у меня еще и не завезло с местом отличать черного вот он чатики тут пишет пермафростен кракен ивент но ты рэйвен гейм надеюсь его там зеленый выносит да не особо кстати так кракен закончился а кстати я уже снаряжение открыл поэтому можно в славу идти жду конца зимы и зачищу вот эти территории сколько тут у змеи осталось о тут еще месяц рождения камня целое отлично ну вот они блин ну там наукой черный побеждает очень круто си 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 думает что ему получится славой победить до того как черный победить наукой то он ошибается очень сильно ошибается наверное еще этих ребят отправим в мореходство ну нужно вот этот камень добыть чтобы получить получить и и и и и и и и так я думаю что четверых воинов мне хватит но правда они не улучшены никак тут все еще железо добываю но вот вот этих семерых точно я вынесу и давайте еще хотя бы пятерых ладно вон тут бежит парень это зачистили отлично в первую очередь гоблинов мочим блин потерял одного воина просто тогда гоблинам придется эту территорию сначала захватывать ух ты черный решил эльфов убить что он кузню обратно чтобы улучшить воинов о овец добыл отлично овечки не помешают абсолютно люблю просить и строение гоблинов так тут пятеро охренеть в первую очередь за эти камни надо ну что сейчас я отобью это как раз не страшно и реликвию изи очень хорошо что он на зеленого агрится там синий серым пытаются победить и на меня не обращают внимания поэтому у меня есть небольшой шанс маленький но есть вот этих надо обязательно вынести гоблинов это даст мне славу и тут мне обязательно надо добыть камень чтобы поставить алтарь канунгов тут опять сосредотачиваемся именно на гоблинах что это даст нам славу все их вынесли 50 славы 150 очков силы так 812 дальше вынос йотунов мне тоже 150 славы даст и сколько мне не хватает и 4 территории вы знаете денег у меня до хрена зеленый меня не обращать внимание потому что он воюет давайте вот в еще вот эту территорию зачистим потому что это славу нам даст так мне для победы не хватает 3 территории будет ага давайте тут на всякий случай ну по-моему вот по-моему отсюда никто не будет хотя тут вот синий находится ладно синий может нападать давайте поставим тут башню на всякий пожарный и устроим пир серый все хочет зеленого вынести это очень хорошо это прям мечта для меня я сейчас хочу 10 камня добыть и поставить алтарь канунгов альфы на меня нападают а через что они будут бежать тут где-то что ли так где мне алтарь канунгов поставить наверное тут надо будет выношу йотунов захватываю 3 территории это будет победа эльфы вообще без шансов так давайте овечек зарежем синий тысяча но у меня вот здесь 150 алтарь 200 черный пишет ну черный пишет что я должен был рейды посылать к нему когда он вне базы но ни одного не отправил поэтому я худший рейвен эво но я то понимаю что я коплю деньги на победу славой так что можешь меня оскорблять сколько угодно так давайте попробуем убить вот тут горит так давайте наверное сделаем блин здесь что-то горит что еще горит домик блин зимой йотунов атаковать не очень я хочу зиму открыть вот эту шубы да да тут 90 процент надо ускорить ну блин я должен успеть убить йотунов и захватить территории как мне кажется все зеленого атакует так я думаю камень мне больше не нужен блин я думаю я не успею открыть шубы я думаю давайте мы лучше вот сейчас уже начнем йотунов атаковать иначе тупо будет поздно у меня видите мало еды и мало дерева и надо получать славу и захватывать территории не убить йотунов и захватить 3 территории все я победил блин десять хватит ли мне давайте попробуем я просто сейчас минус идет из-за того что я зимой атакую другой стороны у меня должна так 7 и и и да блин должен убить должен убить должен убить 6 давай 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 синий почти уже победил все захватываем территории раз два и три д Destine победа кажись хух как плотненько то Это я черному отвечаю Что я худший ворон Из всех Он говорит, да, я подтверждаю Ну, черный просто упоролся в атаке Всех вокруг, кого он видит Если красного было смысл атаковать То меня и зеленого Ну, я с ним соглашусь Но просто потому, что у меня старт хреновый А у него хороший старт Вот и все И он, при том, меня атаковал Но вот его атаки на меня Это было бессмысленно Это вот зеленый с черного И то, что он зеленого постоянно теребонькал Зачем? У тебя есть на отшибе Синий сидит, развивается Без всяких проблем То есть, либо ты сам развивайся тогда Чтобы его догнать Либо мешай ему Почему ты зеленого атакуешь? Что за какая-то мания атаковать всех соседей? Ну и синий, конечно, не успел Чуть-чуть У него уже было 1200 Я так понимаю Но не было, наверное, еды на территории А нет, у него тоже было 12 Странно, а что он тогда? Что ж ему не хватило тут? Видимо, реально славы чуть-чуть не хватило Чуть-чуть Ну и либо еще Черный бы победил Может надеяться, что он преданием победит Но славы реально быстрее, чем преданием побеждать Ну, в общем, такая игра получилась Прикольная, по-моему Всем спасибо, что смотрели Играйте в умные игры И всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok